Книжные памятники Это в разгар первой волны пандемии, когда мы ставили перед собой самые простые задачи, то есть нам хотелось, во-первых, не поддаваться панике, во-вторых, мы, безусловно, хотели еще раз привлечь внимание всех и обратиться к каким-то вещам постоянным, незыблемым, к которым человек обращается в минуты, когда ему тяжело. То есть к самым обычным человеческим чувствам, которые не подвластны ни времени, ни каким-то социальным потрясениям. Безусловно, это вера, любовь, это книга как материальное воплощение духовных ценностей. И вот именно в это время был задуман такой проект «Книжные памятники», посвященный, безусловно, великим книгам, оставившим свой след в истории человечества. И начинали мы его в День славянской культуры и письменности знакомством наших читателей с очень интересными книгами, безусловно, книгами древними, о которых все знают и говорят, и которые действительно относятся к категории книжных памятников. Нынешняя же выставка, она необычна. Необычна, наверное, тем, что здесь надо немножечко сделать такое лирическое отступление и сказать, Вы знаете, дорогие наши друзья, дело в том, что в библиотеке время течет и измеряется несколько иначе, чем за ее стенами. Меряем мы время какими-то литературными датами, литературными событиями, на которые был очень богатый год 2020. Мы отмечали их самыми различными формами, то есть у нас были и литературные чтения, посвященные 115-й годовщине со дня рождения Михаила Шолохова, Вот у нас были и литературные дискуссии, и заседания литературных клубов, потому что мы отвечали и 200 лет Афанасию Фету, и 160 лет Антону Павловичу Чехову. В общем-то, имен достаточно много, всего 16 таких вот известных имен и личностей в литературе, которые оставили безусловный след. И само собой, именно эти люди создали на протяжении своей жизни, создали книги, которые действительно могут считаться книжными памятниками всего человечества. И вот когда уже завершился год, когда мы стали подводить итоги, мы вдруг подумали и осознали, что на самом деле все эти праздники, все наши литературные даты посвящены писателям-мужчинам. Но ведь известно, что за каждым великим мужчиной всегда стоит женщина, то есть его муза, подруга жизни, его добрый или злой гений, кому как повезет. И вот тогда мы задумали в конце года сделать необычную выставку, в принципе, посвященную не просто писателям-юбилярам, но женщинам, сыгравшим какую-либо роль в их жизни. И выставка, мы считаем, удалась и стала достаточно интересной, тем более, что в ее подготовке принимали участие несколько отделов нашей библиотеки. И вот мы предложили своим коллегам выбрать наиболее близких по духу или любимых писателей и рассказать о их и об их музах. И, в общем-то, так и родился этот проект, который, вот концепция его, она вся, в принципе, укладывается в названии этой выставки, которую мы сегодня хотим представить. И божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. И я себе позволю начать с очень загадочной, трагической личности в литературе конца XIX века, которого человека, которого при жизни еще называли больной совестью поколения, современным Гамлетом, сумасшедшим гением. И я говорю сейчас о Всеволоде Михайловиче Гаршине, о нашем земляке. Дело в том, что в самом середине XIX века, в 1855 году, Всеволод Михайлович Гаршин родился здесь, на Луганской земле, в имении Приятная долина под Старобельском. К сожалению, имение до наших дней не сохранилось. Во время Великой Отечественной войны, во время авианалета, оно было полностью уничтожено. Но, тем не менее, память о Всеволоде Михайловиче до сих пор жива на Луганской земле. Ну, а кроме всего прочего, конечно же, каждый из нас, говоря о Всеволоде Михайловиче или вспоминая это имя, безусловно, обращается сразу же к детству, потому что в детстве мы с вами, в принципе, изучали творчество Всеволода Михайловича, представленное двумя сказками, хотя, конечно же, у него их больше. Это сказка о лягушке-путешественнице, и каждый из нас помнит этот замечательный, да, мультипликационный фильм по этой сказке. Была еще сказка о жабе и розе. Более искушенные читатели, конечно же, могут вспомнить и новеллу «Четыре дня», новеллу «Красный цветок». Кстати, именно Всеволод Михайлович узаконил в литературе жанр литературной новеллы, уже которую потом в более позднее время развивали уже Антон Павлович Ехов, другие писатели. И, в принципе, если уж говорить о Всеволоде Михайловиче, то я бы хотела все-таки начать, наверное, с портрета, потому что знакомство с любого человека, с любым человеком, оно начинается с первого взгляда на него. И вот, когда смотришь на портрет Всеволода Михайловича, известный портрет кисти Ильи Репина, который представлен в музее Метрополитен, сейчас хранится в Нью-Йорке, на нас смотрит удивительной красоты иконописный лик с большими, кроткими, очень печальными глазами. И вы знаете, наверное, это первое, что отмечает каждый, кто знакомится с жизнью Всеволода Михайловича, потому что все знающие Севу еще в детстве отмечали не только удивительную красоту этого мальчика, но и очень печальный, очень сострадательный взгляд вообще на вещи. Наверное, как предчувствие будущей трагической жизни, потому что Всеволод Михайлович – это всего лишь 33 года прожитой жизни. Все написано, умещается вот в одном томе, при этом биполярное расстройство личности, которое современные психологи называют маниакально-депрессивным психозом, которое характерно было и для Эдгара По, и у Бетховена, и у Хемингуэя. Но дело даже не в этом. Всеволод Михайлович за вот такую вот короткую жизнь, тем не менее, успел снискать очень большое уважение, любовь своих современников. И вот в этой короткой такой характеристике биографии буквально красной линией проходят две женщины, сыгравших неоднозначные, но, безусловно, роковые роли в его жизни. И я держу сейчас в руках два портрета двух женщин, двух главных женщин в жизни Всеволода Михайловича. Итак, это Екатерина Степановна Гаршина в девичестве Акимова, это мама Всеволода Михайловича. И, конечно же, его жена Надежда Михайловна Золотилова. Вот эти две женщины. Вообще, когда мы говорим о Всеволоде Михайловиче, наверное, стоит сказать, что просто удивительно вот стечение трагических обстоятельств в жизни одного человека. Очень раннее умственное развитие Всеволода Михайловича отмечалось всеми его современниками, всеми, кто знал его в детстве, потому что Всеволод Михайлович научился читать в очень раннем возрасте, то есть в пять лет он уже читал Собор Парижской Богоматери, и при этом его прекрасно понимал. И даже когда уже в более позднем возрасте он вспоминал себя в детстве, он говорит, вот в 25 лет, в принципе, он написал, что совсем недавно перечитывал Собор Парижской Богоматери Гюго, ничего нового для себя не открыл. То есть вот это вот раннее понимание проблем, которые поднимались в этом серьезном романе, его большая впечатлительность. При этом наследственная болезнь по линии отца – тяжелое психическое расстройство, которое передалось не только ему, но, по-видимому, и всем детям. Потому что, говоря здесь вообще как бы о судьбе этой семьи, наверное, стоит упомянуть о том, что трое из четверых братьев Гаршиных покончили свою жизнь самоубийством. Да и, в принципе, вот с детства Всеволод отличался удивительным милосердием, чувствительностью и как бы ответственностью за все происходящее. Неудавшаяся семейная жизнь родителей, которая привела к тому, что Всеволод был вынужден очень часто переезжать со своей матерью, временами он гостил у своего отца. И вот во время проживания, он практически три года прожил со своим отцом, отец – отставной военный, который прошел Крымскую войну. И, в принципе, очень часто в дом приезжали бывшие офицеры, собственно, и слуга Всеволода Михайловича – это отставной солдат. И вот выросший на этих удивительных рассказах о человеческих страданиях, о несправедливости войны. Всеволод Михайлович уже в детстве он брал на себя такую серьезную гражданскую ответственность за все, что происходило. Мне вспоминается воспоминание его близких о том, как маленький Сева в пять лет собирался идти на войну. То есть на полном серьезе ребенок собирал вещмешок, котомку, потом приходил к родителям, очень плакал, просил благословения. И родным стоило больших трудов уговорить его вернуться и все-таки подождать, пока он вырастет. И самое удивительное, что Севу эти мысли не оставили уже и в более позднем возрасте. То есть когда началась русско-турецкая война, он посчитал для себя невозможным оставаться и просто заниматься литературной деятельностью. И он действительно, записавшись добровольцем, он пошел на войну, был практически сразу же ранен, при этом проявил героизм, был представлен даже Георгиевскому кресту, был ранен. И вот буквально во время своего ранения и родился его рассказ, его новелла «Четыре дня», где с особенной остротой, с особенной болью и с большим натурализмом Всеволод Михайлович представил переживания солдата, забытого, раненого солдата, забытого на поле боя, который четыре дня пролежал среди мертвых тел, вот пока его не нашли санитары, которые все-таки не забрали его в лазарет. И буквально вот этим произведением, одним из первых опубликованных, он сразу же обрел удивительную известность в среде русской интеллигенции, его стали цитировать, его стали приглашать в различные литературные общества, кружки и так далее. При этом стоит отметить, что болезнь Всеволода Михайловича, обнаруженная как бы в детстве, это была еще как бы просто впечатлительность мальчика, вынужденные вот эти вот метания между родителями, потому что живя то у одного попеременно, то у другого родителя, при этом он вынужден был скрывать свою любовь к каждому из них. Вот все это, безусловно, отложило свой трагический отпечаток и привело к трагическому итогу жизни. К вот этому самоубийству в самом расцвете, в 33 года, не стало Всеволода Михайловича. Если же вы спросите, ну неужели ничего светлого не было в жизни этого человека, ну сказать невозможно. Конечно же, да, хотя вот эти вот короткие счастливые моменты можно буквально пересчитать по пальцам, но прежде всего, это, наверное, пять лет, первые пять лет жизни, когда он еще жил в семье, любимый обоими родителями, причем со стороны мамы, это, конечно же, все знают примеры вот такой вот ненормальной материнской любви, то есть всепоглощающей, давящей, ну вот так досталось Всеволоду Михайловичу. Потом, следующим таким вот хорошим, добрым моментом жизни, наверное, следует считать вот те три года, которые он прожил с отцом уже в Старобельске, после его разрыва с матерью, где он посвящал свое все практически свободное время чтению книг, где он занимался натуралистическими опытами, он был очень любознательный мальчик и, в принципе, готовил себя, наверное, к поступлению все-таки к изучению естественных наук, потому что очень любил живую природу, вот всякая бабочка, всякая гусеница, возбуждали в нем живой интерес, и, в принципе, потом это отразилось и в сказках Всеволода Михайловича, это мы встречаем уже и в сказке «То, чего не было», вот эти вот размышления этих букашек-козявок о смысле жизни. Кстати, сказки, которые писал Всеволод Михайлович, вот удивительно, но они интересны не только маленькому читателю, но интересны взрослым. Ну и, конечно же, если среди счастливых моментов мы называем это некие моменты просветления, которые чередовались с моментами болезни, вот, потому что первое проявление уже серьезное, нервные срывы начались где-то в 17 лет, но когда болезнь отступала, когда Всеволод Михайлович проходил определенное лечение в клиниках, то наступал период действительно светлый, когда он встречался со своими друзьями, когда он познакомился с Надеждой Михайловной Золотиловой. И вот все-таки через 4 года после знакомства в 1883 году Всеволод Михайлович, которому было 28 лет, и Надежда Михайловна, которая была 24, все-таки поженились. И вы знаете, здесь опять-таки стоит вспомнить, наверное, роковое стечение обстоятельств и удивительная такую вот игру судьбы, которая связала эти две семьи, потому что два родных брата из семьи Гаршиных, Всеволод и Евгений, женились на двух родных сестрах Золотиловых, Надежде и Вере. Причем брак этот заключался с большими трудностями, тайно, потому что венчались они в один день, потому что церковью такой брак не одобрялся, считался кровосмесительным. И Всеволод Михайлович, человек с обостренной совестью, носил в себе еще и эту боль. Но надо сказать, что, наверное, наиболее светлым таким вот отрезком своей жизни, и он сам считал, и нам следует об этом знать, это, безусловно, была семейная жизнь с Надеждой Михайловной Золотиловой. Удивительная женщина, которая вот за вот эти пять лет, которая длился брак, успела стать ему самым близким другом, первым редактором и слушателем его произведений, при этом сиделкой, потому что Надежда Михайловна была слушательницей медицинских курсов, вот, и по-настоящему таким вот хорошим другом. Но при этом, при этом тяжелый характер матери Екатерины Степановны, которая с самого начала не взлюбила невестку, вот, и снова это привело к метаниям Всеволода Михайловича, вынужденного пытаться безрезультатно помирить двух женщин, постоянные скандалы, постоянная разобщенность в семье, и особенно страшный скандал вот накануне его смерти, когда Екатерина Степановна прокляла своего сына, вот, все это в принципе и привело к финалу, о котором мы уже говорили. Тем не менее, тем не менее, вот такая вот трагическая жизнь, она с одной стороны, конечно же, добавила все-таки удивительных красок, удивительных эмоций, переживаний в его произведениях, именно поэтому даже клинические доктора, психиатры говорят о том, что новелла «Красный цветок» это практическое пособие для любого доктора-психиатра, потому что Всеволод Михайлович дал клиническую картину развития психического заболевания человека, потому что все его рассказы о войне, которых достаточно много, и которые были на слуху у молодежи 70-х, 80-х лет 19-го века, вот это все составляющее его творческое наследие, это безусловно еще и результат вот такого очень впечатлительного характера, очень гуманистического, потому что Всеволод Михайлович по-настоящему был реальным гуманистом, для него вообще не играло никакой роли ни материальной, ни моральной выгоды от помощи другому человеку, знакомому, незнакомому, то есть он просто брал и пытался помочь, пытался что-то сделать, то есть здесь главный критерий был человек в беде, вот это удивительное милосердие, вот это гражданская ответственность за все ужасы войны, это и есть характеристика вот наверное как бы не только душевного состояния Всеволода Михайловича, но и его литературной творческой деятельности. Я хочу сейчас показать вам еще один уникальный документ, потому что буквально год назад наша библиотека издала еще одну интересную книгу из серии «Библиотека на ладони» есть у нас такая вот серия, это миниатюрная книга, посвященная нашим землякам и в частности вот Всеволоду Михайловичу вот такая вот замечательная избранная и чтобы более конкретно увидеть, я хочу вам показать рабочий макет этой книги с уникальными иллюстрациями, созданными нашим художником Толмачевой Юлией, вот поразительные иллюстрации, где в принципе наверное в каждом герое проглядывает и угадывается сам Всеволод Михайлович с его трагическими кроткими глазами. Знаете, это как бы вот не первое наверное вот замечание о его внешности. Дело в том, что с Всеволодом Михайловичем был очень дружен Илья Репин, он его часто писал и вот два самых известных как бы портрета, для которых моделью послужил Всеволод Михайлович, это его же картина «Не ждали», наверное, многие помнят возвращение Катаржанина домой и огромная картина, которая в свое время вызвала такая одиозная, неоднозначно вызвавшая очень много споров в русском обществе, это Иван Грозный убивает своего сына. И вот моделью для этих образов трагических послужил сам Всеволод Михайлович. Наверное, как бы завершая разговор, потому что как бы наш цикл посвящен прежде всего женщинам, оставившим свой след в жизни мужчин писателя, наверное, мы просто не можем не закончить рассказ и не рассказав о судьбе Надежды Михайловны Золотиловой. Прожила она достаточно долгую жизнь, 86 лет, пережив своего мужа практически больше, чем на полвека. Надежда Михайловна долгое время работала земским врачом, впоследствии получила квалификацию психиатра, это абсолютно закономерно, и всю свою жизнь, уже ни разу не выйдя замуж, не имея детей, она всю свою жизнь посвятила сохранению памяти о Всеволоде Михайловиче, сохранению архива, сбору материалов о нем. Умерла Надежда Михайловна в 1945 году в городе Ленинграде, и благодаря ей память о Всеволоде Михайловиче во многом благодаря ей до сих пор живет, и в частности и на нашей земле, потому что и музей Всеволода Михайловича, который есть у нас, и память, которую сохраняют о нем его земляки, это действительно память о том наследии, которое оставил по себе великий человек, интереснейший автор с трагической судьбой, и вот эти две женщины, две музы, как злой и добрый гений, сыгравший огромную жизнь, огромную роль в жизни Всеволода Михайловича Гаршина. Я надеюсь, что следующие выступления и рассказы наших коллег будут не менее интересны, потому что в жизни все абсолютно взаимосвязано, и, безусловно, в жизни каждого мужчины есть та роковая женщина, которая оставила самый заметный след в его судьбе.